Привет, народ! На обзоре автомобильный компрессор. Да, мы ничего не перепутали, а вас не подвели глаза. На дворе 21 век и сегодня не нужно качать колеса, прилагая усилия ногой или использовать мощный большой насос. Его размеры действительно удивили. На момент съемки он чисто на автопилоте оказался во внутреннем кармане куртки оператора. Вы могли предположить когда-нибудь, что компрессор может там оказаться? На первый взгляд кажется, что этому небольшому гаджету будет сложно справиться с серьезными задачами. А мы это будем проверять. Итак, данный компрессор поставляется в небольшой картонной коробке, изготовленной в фирменной цветовой гамме компании Bazeus. На коробке расположены изображения устройства, а также краткие технические характеристики. Внутри коробки весь комплект поставки находится в пластиковом лотке. Комплектация устройства достаточно неплохая. В нее входит автомобильный компрессор, сменный шланг, набор насадок, адаптер питания, прикуритель автомобиля, транспортировочный чехол и документация. Корпус изготовлен из темного удара прочного пластика. На лицевой поверхности расположен небольшой дисплей и четыре кнопки управления устройством. Чуть ниже находится логотип компании. На тыльной поверхности расположена перфорированная решетка, предназначенная для отвода тепла из корпуса устройства, а рядом находится информация об основных технических характеристиках. На нижней поверхности расположен ряд вентиляционных отверстий, а также разъем для подключения сетевого питания. Ну а сверху из основного разъем для подключения шланга и светодиодный фонарик. Рабочее напряжение компрессора составляет 12 вольт, скорость вращения 18 тысяч оборотов в минуту, а производительность составляет 30 литров в минуту. Управление достаточно простое. Кнопка Power отвечает за включение и выключение устройства. M за переключение предустановленных режимов – автомобиль, мотоцикл, велосипед или мяч. А ее длительное удержание отвечает за переключение единиц измерения. Ну а кнопки плюс и минус отвечают за увеличение и уменьшение давления, который должен накачать компрессор. Все просто и понятно. Для старта накачивания необходимо повторно, кратковременно нажать кнопку включения питания, после чего начинается работа компрессора и включается светодиодный фонарик, который, кстати говоря, отлично освещает рабочую зону. А процесс нагнетания воздуха заканчивается автоматически, когда достигнуто заданное значение давления. Кстати, отмечу один важный момент – устройство не имеет своей емкости и заряда и работает исключительно при прямой подаче напряжения. С одной стороны, меня это очень расстроило, так как вся суть компактности просто становится нелогичной. С другой, через буквально полгода у вас не умрет аккумулятор, потому что в этом просто нет, и работать он будет гораздо стабильнее. Тут не знаю, кому как. Факт остаётся фактом – он занимает крайне мало места даже что в багажнике, что в кармане, что в бардачке. Но тут есть выход. Если вы захотите использовать его для подкачки колёс, например, велосипеда, а автомобиля рядом не окажется, то вам необходимо просто иметь источник питания, например, пауэрбанк, с соответствующим проводом вместо провода от прикуривателя. И от этого всё прекрасно работает. Тестировали мы устройство при различных сценариях. Для начала мы решили накачать ватрушку, очень актуальной темой зимой. Подключаемся к прикуривателю автомобиля и буквально за одну минуту подкачиваем до необходимого объёма. Правда, показания давления в этом случае мы выставляли на глаз. Далее мы спустили полностью шину автомобиля и выставили необходимое давление. Оно составляет 2,1 бара. На выполнение этой задачи с колёсами 15-го диаметра у нас ушло порядка 4,5 минут. Пыхтит, но справляется отлично, отображая в процессе текущее значение давления внутри шины. По достижению заданного значения нагнетание воздуха прекратилось автоматически, при этом светодиодный фонарик продолжал гореть. Корпус компрессора оставался достаточно прохладным, здесь безусловно большое значение оказывало значение температуры на улице около минус 14 градусов, но в любом случае хочется отметить, что внутренние компоненты компрессора вполне неплохо охлаждаются. Цена данного гаджета на момент съёмки составляла 3156 рублей по текущему курсу на Алиэкспресс. Много, на ваш взгляд, или мало? Пишите в комментариях, порассуждаем вместе. К достоинствам данной модели я отнесу компактный габаритный размер и автоматическое отключение при достижении заданного значения давления и достаточно высокую производительность. Минусы также очевидны. Это отсутствие встроенного аккумулятора, который был бы очень кстати велосипедистом, поскольку с такими размерами он так и просится во внутренний карман. Плюс, при наличии аккумулятора его можно самого было использовать как пауэрбанк. Ну, как-то так. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого устройства в целом, ну и конечно не забывайте поставить лайк. Ну и подписаться на канал, если ещё этого не сделали. Вы были на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорых встреч.